Около 10 тысяч студентов здесь учатся. Вот все эти дома, домики наверху или здания высокие, большие, это все относится к территории университета. У нас в Турции обычно понятие университет, это кампус, студентский городок, расстоянием там несколько километров. Там и общежития, и столовые, и всякие, да, там спортивные возможности, это все бывает внутри эти кампусы. И этот университет тоже приличный. Они есть, кто занимается, в принципе, раскопками в античном городе, который мы увидим, тут археология тоже есть. Чаще всего копают студенты, конечно, города, ну, вместе со своими профессорами. Ну, как мы и говорили, да, вот город Тиксин, но помимо этого, они занимаются еще за неделю, ну, тут выращивают очень многие такие продукты, особенно виноград и гранатовые поля очень много. Тут есть очень такой особенный гранатовый плод, который такой крупный, большой, очень вкусный гранат, ну, на маленькое, маленькое, как рост человека на дерево растет. Это гранат из косточка, то, что называется, и из него и вино делают. Когда будем пить вино, вот про него тоже расскажу вам. Очень крупные такие гранатовые поля тоже часто встречаются в этом городе. Под землей тоже богатый город, потому что сейсмическая зона, где сейсмическая зона, там часто от драгоценной металла добывается. Где сейсмическая зона часто бывает камни минеральные, как мрамор, ну, там от воды, от минерала, который образуется, гранит более такой перемешанный может быть из-за высоких давлений. Но такие камни, знаете, для стройки используются, ну, в кухне, да, допустим, там плита, в туалет, ванной может быть, там подъезд, ступенки все с мрамора. В этом плане, конечно, очень много тут и фабрики, стройматериалы, которые производят, этим славится наш город. То есть, и поэтому тут с работой, как бы налогами проблем мало. Но когда работа есть, налоги платят, город богат, муниципалитет богатый получается. А символ города, что-то так заметили, чего часто мы видим тут по дороге везде, такой значок, вот петуха, видите, петух? Это есть символ нашего муниципалитета. Да, здесь живут такие интересные петухи, которые кукарекуют очень долго. И когда люди стали хвалиться этим петухами, пришли люди из книга рекорда Гиннеса. Вот теперь смотрите налево на стены. Значок муниципалитетный, видите, петушок перед нами, справа от нас, слева от нас. Петухи изображаются. Это и есть петух Денисли, мы называем, который избил рекорд на книге рекорда Гиннеса своим интересным кукарекованием. Да, вот так скажем. Хотите его увидеть? Спасибо.